Привет, друзья! Знаете, почему я люблю игровые ноутбуки? Всё очень просто. Он встречает меня, когда я возвращаюсь с работы. Наливает мне вкусный кофе по утрам. Мы отлично проводим время в постели. Он выручает меня в сложных ситуациях. Мы всегда вместе. И это самое главное. Я люблю свой игровой ноутбук. А он любит меня. Как вы уже, наверное, догадались, в этом видео мы поговорим про выбор ноутбука в середине 2019 года. Вы можете называть их мультимедийными, игровыми, да как угодно. Главное, это высокая производительность для своей цены. И начнем мы с бюджетного решения в пределах 30-35 тысяч рублей. Увы, но за приблизительно 500 долларов найти более-менее толковый игровой ноутбук можно только на авито. А еще лучше пойти и собрать ПК, который существенно быстрее за ту же сумму. Но вам нужен именно ноутбук. И вы не против иногда поиграть. В таком случае выбор у вас невелик. В основном это решения на Core i3-8130U, либо i5-8250U с четырьмя, либо 8 гигабайтами ОЗУ, видеокартой NVIDIA MX150, полтерабайтным жестким диском или SSD на 120 гигабайт. Стоят они от 30 до 40 тысяч рублей, и я рекомендую брать самую простую версию. Почему? Все просто. Указанный выше Core i3 является почти точной копией знаменитых гиперпней G4560 или G5400. Те же два ядра, четыре потока и частота примерно 3-3,5 ГГц. Только поддержку AWX инструкции Intel не отключила. Такой производительности за глаза хватит для MX150, который является копией десктопной GT1030. Не стоит рассчитывать на комфортный фреймрейт в том же Metro Exodus или Assassin's Creed Odyssey. Если вы, конечно, не решите играть в HD на самых минимальных настройках графики, довольствуясь 30 FPS. Ну а в популярных онлайн-играх типа Танков, Доты 2 и CSGO, где MX150 показывает себя во всей красе, обеспечивая стабильные 60 плюс FPS в Full HD, далеко не и на минимальных настройках графики, двухъядерного процессора хватает без всяких проблем. Поэтому смысла переплачивать 6-7 тысяч рублей за четырехъядерный Core i5-8250U нет. Видеокарта все равно припаяна, заменить вы ее не сможете, а лет через пять, если не больше, когда двухъядерный Core i3 перестанет справляться с Дотой 2, MX150 ее даже запустить толком не сможет. Самое главное нужно помнить, что версия MX150 две. Одна полноценная с TDP 25 Вт, а вторая кастрированная с TDP 10 Вт. Очевидно, что вторая медленнее и существенно на целых 30-40%. Так что при выборе ноутбука внимательно читайте обзоры. Если вы видите, что стоит урезанная версия, брать ноутбук с ней смысла не имеет. Она не особо быстрее интегрированной графики от Intel. А вот что касается ОЗУ и HDD, то они как раз не распаяны, и их можно всегда заменить. Поэтому нет смысла переплачивать производителю в три дорого. Берите минимальные объемы и апгрейдите сами. 8 гигабайт оперативки вам хватит за глаза, если вы, конечно, не любитель открывать 10 вкладок в Google Chrome и запускать игру. Также стоит учитывать, что SSD даже в таком ноутбуке серьезно ускорит отзывчивость и скорость загрузки системы. Но в общем и целом, если очень сильно нужно сэкономить, можно обойтись и комплектным жестким диском. На производительность в играх это практически никак не скажется. Внимательно отнеситесь к выбору экрана. Все-таки именно в него вы будете часами залипать. Поэтому решения с HDTN матрицами, какими дешевыми бы они ни были, рассматривать не стоит. Они идут прямиком из 2010 года. Тусклые, с ужасными цветами и явно заметными пикселями. Так что лучше доплатить пару тысяч рублей и взять ноутбук с Full HD TN матрицей, которая куда новее и приятнее. Идеалом можно считать Full HD IPS матрицы, но тут уже нужно смотреть по бюджету. Отдавать за такое решение больше 40 тысяч рублей не стоит. Также не забывайте, что можно сэкономить и взять ноутбук без предустановленной системы. Не так давно Nvidia выпустила обновление этой видеокарты MX250. Увы, апдейт вышел абсолютно минорным. Всего лишь выросли частоты на 2,5%, что абсолютно несерьезно и легко достигается на MX150 в разгоне. С учетом того, что ноутбуки с новой графикой продаются дороже 40 тысяч рублей, смысла брать их нет. Если сложить все вместе, то можно остановиться на Lenovo IdeaPad 330 15i KBR. Тот самый Core i3, 15-дюймовая Full HD матрица, 4 гигабайта ОЗУ, полтерабайта жесткий диск, MX150 и Windows 10 Home. Докинув еще 4 гигабайта ОЗУ и поставив SSD, это будет быстрая мультимедийная машина с возможностью комфортно поиграть в онлайн игры за 30-35 тысяч рублей. Свои варианты ноутбуков с такими же параметрами обязательно напишите в комментариях, чтобы у людей было больше выбора. А мы переходим на ступеньку вверх, бюджетное игровое решение, средние-низкие настройки графики в Full HD в современных играх, 40-45 тысяч рублей. Если честно, назвать MX150 полноценной игровой видеокартой язык не поворачивается. Но тогда какую относительно современную видеокарту можно считать базовой для игр? Правильно, GTX 1050. Современные ААА-проекты типа Rage 2 запускаются в Full HD как минимум на низких настройках графики с FPS выше 35. Да, насладиться картинкой едва ли получится, но комфортно поиграть можно без проблем. В чем-то проще, типа Deer Trally 2.0, можно получить и выше 40 кадров в секунду на высоких настройках графики. В общем, GTX 1050 можно считать минимально необходимым уровнем для современных игр. Что касается процессоров, то тут в основном встречаются два представителя. Core i5 это 4-ядерный 4-поточный 7300HQ и 4-ядерный 8-поточный Core i5-8250U. Производительность у них почти одинаковая. Больший теплопакет у первого нивелируется наличием гиперпоточности у второго. Более простые Core i3 и навороченные Core i7 брать не стоит. Двухядерного CPU уже мало для этой видеокарты, а 6-ядерные монстры являются жутким перебором. Мы же с вами ищем идеальный баланс производительности и цены. По накопителю и ОЗУ здесь ничего не поменялось. Берем минимальный набор, добиваем до 8 гигабайт оперативки, а вот SSD тут уже желателен. Если вы не хотите помянуть и ждать, пока загрузится уровень в метро исход. И да, 16 гигабайт оперативки тут не нужно от слова совсем. На низких и средних настройках графики современные игры не столь прожорливы. Зато по экранам наконец-то все хорошо. Full HD TN тут уже минимум. Конечно, IPS панель будет лучше, но, как обычно, все упирается в бюджет. И помним про Windows. Хотим сэкономить? Берем без него. Если, конечно, такое возможно. Ну и напоследок одна модель в качестве примера. HP Pavilion 15 BC440UR, i5-8250U, 15-дюймовая Full HD матрица, 4 гигабайта ОЗУ, терабайтный жесткий диск и GTX 1050. Ставим еще 4 гигабайта оперативки. В свободный слот M.2 простенький SSD и вуаля, базовая игровая машина за 40-43 тысячи рублей готова. Как всегда, не забываем писать в комментариях похожие модели за наш бюджет. Ну а теперь самое интересное. 50-70 тысяч рублей, средневысокие настройки графики в современных играх в Full HD. Увы, RX 570 в мобильном сегменте нет. А вот два ее ближайших конкурента из стана зеленых есть. Разумеется, речь идет о GTX 1650 на 4 гига и GTX 1060 на 6 гигабайт. Рассматривать версию последней с 3 гигабайтами памяти не стоит. Я думаю, вы знаете почему. 1060 быстрее 1650 в среднем на 15-20%. Разница в цене ноутбуков с ним составляет порядка 10-12 тысяч рублей. Вполне логичная переплата за такой прирост производительности. Обе карты способны вытянуть современные игры на средних и даже высоких настройках графики в Full HD с вполне комфортным FPS. К примеру, 1650 выдаст порядка 50 кадров на высоком пресете в Z-Division 2. А в более простом Apex Legends легко получается свыше 60 кадров на ультра-настройках. В пару к этим видеокартам рассматривать низковольтный 15-ваттный Intel Core смысла мало. В принципе, они способны вытянуть такие видеокарты, но запас на будущее нулевой. Так что имеет смысл смотреть на решения с TDP в 35-45 Вт, в том числе и от AMD, ибо стоят красные процессоры дешевле, а разница в производительности с этими видеокартами и процессорами от Intel минимальна. В итоге можно выделить 4 подходящих варианта. Это Core i5-8300H, i5-9300H, AMD Ryzen 5 3550H и Ryzen 7 3750H. Все они имеют 4 ядра, 8 потоков с реальной частотой в 3,5 ГГц. Опять же, смысла в 6-ти ядерных Core i7 нет. Они будут дорогим перебором для таких видеокарт. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. По оперативной памяти теперь оптимальным объемом будет 16 ГБ, причем желательно в двухканальном режиме работы. Ну и опять же, выгоднее взять ноутбук с 8 ГБ и докинуть в него еще одну планку ОЗУ, чем сразу же брать решение с 16 ГБ. SSD тут уже мастхэв, причем хватает ноутбуков, которые продаются уже совсем без жестких дисков, где объем твердотельника составляет порядка 500 ГБ. Лучше всего иметь связку из небольшого SSD и HDD на 1-2 ТБ. Сидеть с таким железом на одном жестком диске будет, ну, очень грустно. С экранами ситуация такая же. В основном это 60 Гц, Full HD, TN или IPS матрицы. Брать решение с 2К или 4К экранами или с быстрыми 120 или 144 Гц матрицами смысла мало. Ни 1650, ни 1060 не способны обеспечить нормальную производительность с красивой картинкой на столь высоких разрешениях, а 100 FPS в Full HD в современных играх будет лишь на низких настройках графики. С высокой производительностью приходит и высокая ответственность. Если мобильная GTX 1050 с низковольтным Core i5 съедает от силы 50-60 Вт, то вот одна мобильная GTX 1060 имеет TDP порядка 80 Вт, а ведь к ней в пару ставят 45-ваттный Core i5. Так что внимательнейшим образом смотрите в обзорах температуру в играх. Помните, что 90 плюс градусов на новом ноутбуке – это почти гарантированный троттлинг в летнюю жару или через год, когда охлаждение слегка забьется пылью. 80, а еще лучше 70 градусов – вот те температуры, которые обеспечат стабильное и долгое функционирование CPU и GPU на максимальных частотах. Теперь поговорим о примерах. Здесь можно выделить три интересных варианта. Первый – Asus TUF Gaming FX505DTAL087 15-дюймовый ноутбук с GTX 1650 и AMD Ryzen 3550H. В нем сразу стоит хороший SSD, нужно лишь поставить еще 8 гигабайт оперативной памяти и установить Windows. К тому же экран здесь IPS, что не может не радовать. Стоит такое решение 52-56 тысяч рублей. Второй вариант уже на Intel с GTX 1060 на 6 гигабайт – 15-дюймовый Acer Predator Helios 300. За него придется отдать уже 62-68 тысяч рублей. Причем нужно ставить и ОЗУ и крайне желательно купить хотя бы простенький SSD на 120 гигабайт. Еще одной интересной моделью со схожим железом можно считать Dell G5 155587. Тут уже сразу стоит SSD, так что желательно лишь увеличить объем ОЗУ и, конечно же, накатить винду. Стоит он при этом порядка 75 тысяч, что существенно дороже Acer, но и производитель тут именитие. Если вы уже купили ноутбук в пределах 50-70 тысяч рублей, обязательно напишите в комментариях, какую модель и почему выбрали вы. Друзья, чтобы не затягивать ролик на 25 минут, я решил разделить его на две части. Материал по выбору ноутбуков в пределах 75-150 тысяч уже готов. Если вам эта тема интересна, давайте соберем 10 тысяч лайков на этом видео и я выпущу его на канале. Ссылки на подбор игровых ноутбуков на e-каталог я оставлю в описании. А я с вами прощаюсь, с вами был МК, не забудьте поставить лайк. До скорых встреч! Продолжение следует...